здравствуйте ребята с наступлением лета нам очень хочется плавать купаться загорать и конечно плавание это и приятно и полезно но прежде давайте поговорим о тех правилах безопасности которые надо соблюдать отдыхая летом на воде во первых как и на море так и возле рек на водоемах бывают места где разрешено купаться а где запрещено взрослые прежде чем поставить такой знак проверяют качество воды дно водоема и если мы нарушим это правило то сами будем виноваты если нас покупают покусают пиявки или мы обрежем ноги об острый предмет или будем чесаться из-за плохой воды поэтому советуем вам и вашим родителям купаться только там где разрешено кроме того мы должны помнить о том что река море озеро пруд это экосистема причем живая и каждую зиму весну у них потихонечку незаметно для нас но меняется фарватер дно реки берег и даже там где мы купались с вами в прошлом году например возле дачи на берегу озера где было очень мелко было например по пояс на следующий год может быть глубоко поэтому запомним второе правило первыми воду всегда заходит только взрослые проверяют дно а потом только заходите вы дети и купаться одним без взрослых очень опасно это приводит к трагическим последствиям есть еще и третье правило когда мы с вами плаваем знаем что например на море видны вдалеке красивые красные бакины почему-то всем хочется заплыть дальше но это оказывается тоже опасно а вот почему опасно нам расскажет майор полиции елена николаевна богданова сотрудник линейного отдела министерства внутренних дел россии на водном транспорте здравствуйте ребята давайте мы с вами разберем почему нельзя заплывать за бакины баки нами на реке обозначаются границы движения судов по судовому ходу судовой ход это на более глубокие места на водоемах по которым происходит движение судов помните что даже хороший пловец должен соблюдать дисциплину правила поведения на воде и осторожность сегодня мы напомним вам правила поведения на водоемах что делать категорически на водоемах нельзя заплывать далеко от берега выплывать за пределы ограждения для купания подплывать близко к проходящим судам гидроциклам баржам взбираться на гидросооружения буи баки прыгать воду с весельных лодок гидроциклах и других плавательных средств купаться у причалов набережных и мостов купаться в вечернее время и после захода солнца прыгать воду в незнакомых местах купаться у крутых берегов и обрывов ребята я хочу обратить ваше внимание на то когда вы прибыли к водоему к реке чтобы вы сразу не бросались манящий нас воду необходимо после длительного нахождения в душном транспорте немного привыкнуть кто и температуры который окружает вас прежде чем подойти к водоему займитесь теми насущными делами которые у вас сейчас будут можно помочь родителям распаковать вещи походить полюбоваться природой организовать то место где вы будете отдыхать и только после этого можно подходить к реке и начинать ваше купание прежде чем зайти воду необходимо либо обтереться водой либо заход свой сделать более медленным примерно по пояс когда вы заходите после этого резко погрузиться либо с головой либо по плечи водоем это нужно для того чтобы сосуды привыкли к разнице температур между водоемом и воздухом воде можно находиться 10-15 минут даже в теплой воде после этого времени может начаться при охлаждении организма при охлаждении организма ведет к образованию судорг а это становится причиной трагедии на воде более подробно мы разберем с вами еще одну ситуацию это попадание пловцов на быстрое течение попав на быстрое течение не старайтесь сопротивляться ему плывите по нему и по диагонали старайтесь приблизиться к берегу остерегайтесь водоворотов старайтесь близко к ним не приближаться попав водоворот не теряйтесь наберите больше воздуха в легкие погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок из воронки в сторону течения реки не устраивайте игры на воде связано с захватом партнера партнер вместо глотка воздуха может сделать глоток воды и это может привести к потере сознания еще раз я хочу вам напомнить что длительное пребывание на солнце может привести к солнечному удару чтобы это избежать чередуйте пребывание на солнце с временем провождение в тени или полу тени после активного отдыха на воде всегда приятно перекусить на природе после приема пищи должно пройти некоторое время что пища усвоилась примерно это полчаса запомните три правила которые могут спасти жизнь человеку первое сразу зовите на помощь человек тонет второе правило попросите вызвать спасателей или скорую помощь и третье правило бросайте тонувшему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце итак ребята повторяем главные правила безопасности на воде во первых купаться можно только в разрешенных местах второе детям одним купаться безрослых опасно и запрещено третьих нельзя заплывать далеко особенно за буйки четвертых длительное пребывание даже в теплой воде ведет к переохлаждению и в пятых на пляже во всем надо знать меру помни о возможности получить солнечный удар если долго находиться на солнце и еще после плотного обеда не рекомендуется сразу идти плавать каждый из нас мечтает прокатиться на теплоходе на катере или на яхте и почувствовать себя настоящим капитаном или юнгой но для этого чтобы наше путешествие с родителями или в организованной группе или просто с друзьями но в сопровождении взрослых было безопасным нам нужно знать определенные правила нахождения на объектах водного транспорта находясь на теплоходе внимательно прослушайте инструктаж внимательно ознакомьтесь с планом эвакуации для того чтобы при чрезвычайной ситуации точно знать куда вам нужно выходить а не бегать по коридорам при возникновении чрезвычайной ситуации нужно точно выполнять указания капитана и его помощников находясь на причале не заходите за причальное ограждение не забывайте о своей личной безопасности не перевешивайтесь через борт судна всегда хочется запечатлеть интересные моменты своего нахождения на теплоходе своих друзей но за красивыми кадрами порой на второй план уходит безопасность прежде чем делать селфи и получить очередной лайк в интернете подумайте безопасен ли этот снимок давайте мы с вами разберем что такое маломерное судно это судно длина которого не превышает 20 метров и общее количество людей не превышает 12 человек данные суда поднадзорным государственной инспекцией по маломерным судам мчс россии сокращенное название гимс основной задачей гимс является обеспечение в пределах своей компетенции безопасного нахождения на водных объектах маломерным судам запрещается выходить на судовой ход с ограниченной видимостью если видимость менее 1 километра маломерные суда подразделяются на 7 типов по способу движения первое это катера второе это моторная лодка третье это парусное судно четвертое парусно-моторное судно 5 это гидроцикл шестое это грибное судно седьмое это не самоходные суда основные правила безопасности действуют такие же как и на теплоходах находясь на маломерном судне несовершеннолетние должны находиться спасательных жилетах также должны находиться сопровождение взрослых при участии на водных аттракционах таких как водные велосипеды катамараны бананы используются те же правила основные которые были на теплоходах дети принимают участие только со взрослыми наличие спасательного жилета и конечно соблюдение правил личной безопасности а также необходимо учитывать вместимость судна на котором вы предполагаете путешествовать или проводить время ребята вы запомнили что отдых на воде и на объектах водного транспорта должен быть только в сопровождении взрослых и тогда ваш отдых будет интересным и самое главное безопасным